Грузия Анлиния, Грузия, 9 мая в Грузии. Побежден ли современный фашизм? Давид Гагохи, Грузия Анлиния, Грузия. 15 мая 2019 года. Западная Грузия, регион Абхазия, город Ачимчири. Двухэтажный дом с балконом, ржавые ворота, на месте окон зияют огромные дыры. Когда-то здесь жил знаменитый сержант-фронтовик Мелитон Контария, который в мае 1945 года вместе с сержантом Егоровым водрузил советское знамено поверженным Рейхстагом в Берлине. Сегодня в доме военного героя ничто не напоминает о присутствии людей. В 1992 году Мелитон Контария, Мелитон Контария умер в 1993 году в Москве, где позже его семья получила квартиру. Примечание редакторов, вместе со своей семьей был изгнан из родной Абхазии российскими оккупантами, как и сотни тысяч других грузин, по этническому признаку. Вот уже почти 30 лет абхазские и цхенвальские регионы Грузии аннексированы Россией, которая признает их независимыми государствами, препятствуя возвращению туда грузинских беженцев. Трагическая история семьи Контария перекликается с судьбой всего грузинского народа, воевавшего в составе советской армии и потерявшего на фронтах Второй мировой более 300 тысяч человек, а спустя 50 лет испытавшего на себе военную агрессию и этнические чистки со стороны правоприемницы СССР, России. Фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Эта фраза, приписываемая Уинстону Черчиллю, вполне отражает тенденцию, происходящую сегодня на пространстве бывшего СССР. Тема Второй мировой войны, которую в России называют Великой Отечественной, уже давно легла в основу современной кремлевской идеологии о превосходстве российского народа и государства над своими соседями. Под предлогом защиты от грузинского фашистского режима и принуждения Грузии к миру, российское руководство ввело свои войска в Абхазию и Цхинвальский регион Грузии, изгнав оттуда практически все грузинское население и сделав беженцами более 500 тысяч человек. На сегодняшний день на этих территориях наблюдаются все классические признаки оккупации, военная интервенция, этнические чистки и создание марионеточных политических режимов, полностью починенных России. Немногочисленные оставшиеся грузины в обоих регионах подвергаются систематическим притеснениям и дискриминации. Людям отказывают в социальной помощи, всячески ограничивают в правах, основываясь лишь на их этнической принадлежности. Несмотря на то, что грузинский язык в Абхазии и Цхинвальском регионе так фактически находится под запретом, но даже грузинским детям в школах запрещают общаться между собой по-грузински. Оккупанты приучают их к мысли о том, что грузинам быть позорно и стыдно. На этом фоне российский президент Путин по-прежнему рассуждает о преступлениях немецкого фашизма и традиционно обращается к грузинам с поздравлениями на 9 мая. Правда, уже который год его послания адресованы напрямую грузинскому народу, в обход руководства Грузии. И это вполне символично, ведь оккупанты в Кремле не признают существование независимого грузинского государства. Сегодня они разделяют Грузию на несколько частей, как когда-то Сталин с Гитлером разделили Польшу, положив начало той самой Второй мировой войне. В этой связи встает вопрос, а уместно ли вообще отмечать в Грузии и считать праздником 9 мая, день, который уже прочно ассоциировался с лицемерием и цинизмом российского государства, стал символом современной российской оккупации и фашизма. Сегодня советские красные звезды и георгиевские ленты украшают российские танки и самолеты, находящиеся на аннексированных грузинских территориях. Это оружие, направленное против Грузии, может в любую минуту выстрелить, и грузинское общество это прекрасно понимает. Неудивительно, что в подобной ситуации в Грузии находится критически мало людей, желающих поучаствовать в ежегодных пропагандистских акциях России, таких, как георгиевская ленточка или бессмертный полк. К счастью, в Грузии отделяют память сотен тысяч грузин, погибших во Второй мировой войне, от кремлевской пропагандистской обертки 9 мая. Для грузинского народа борьба с фашизмом не закончилась в 1945 году, она продолжается и сегодня. Праздновать окончательную победу над фашистами Грузия сможет лишь тогда, когда последний российский солдат покинет грузинскую территорию. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.